Алло, Николай Юрьевич, добрый день. Да, добрый день, добрый день. Это Зара Бабуханян на связи. Да, здравствуйте, Зара. Николай Юрьевич, вот уже около двух месяцев Лачинский коридор продолжает оставаться перекрытым. Как Вы оцениваете действия российской стороны, российских миротворцев? Потому что по соглашению от 9 ноября это зона ответственности российской стороны. Еще добавлю, что некоторые наши общественные и политические деятели и власти в том числе считают, что недостаточное действие со стороны России. Как Вы оцениваете? Я считаю, что российская страна делает все, что она может сделать в сложившейся ситуации. И да, результат действительно недоудовлетворительный. Он и для нас недоудовлетворительный. А в чем причина, что какого-то положительного результата пока что не достигают? Ведь Лавров какое-то время назад обещал, что вскоре будет открыт коридор. Я думаю, что дело в позиции Азербайджана и в том, что у нас недостаточно инструментов для того, чтобы убедить Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора. В этом случае как Вы рассматриваете какое-то напряжение между Арменией и Россией, которое нарастает, особенно в последнее время? То есть может это связано... Видите ли, я не вижу напряжения между Арменией и Россией. Я вижу стремление властей Армении уровень отношений с Россией и качество отношений поменять. И стремление ориентироваться на позиции Европейского Союза и Соединенных Штатов. А напряжения я не вижу. На мой взгляд, это не напряжение. Это просто выбор, который сделала Армения. И я думаю, что она его не делает, а именно сделала. А уж есть ли в этом напряжение, я не знаю. Думаю, что нет. Во всяком случае, было предложение отправить миссию ОДКБ и Армения, и также миссию от ЕС. Армения предпочла миссию ЕС. Как Вы это объясняете? Да, при том, что никакого выбора со стороны ОДКБ Армению не ставили перед выбором. Армении не говорили или-или. От Армении не требовали отказываться от контактов с Европейским Союзом и возможной миссией. Этот выбор руководство Армении сформулировало перед собой само. И само решило, что сотрудничества ОДКБ Армения не будет, а будет сотрудничать с Европейским Союзом. Ну, это часть того процесса, о котором я говорил раньше. Это одно из тех решений, которые составляют выбор Армении. Выбор Армении, который предполагает, что отношения с Россией менее значимы для Армении, а отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами более значимы. Как Россия относится к подобному выбору Армении? Здесь что важно подчеркнуть. Запад стремится вытеснить Россию отовсюду, а некоторые западные политики предлагают Россию уничтожить вовсе. Это постоянное их стремление на протяжении многих лет. Что поменялось в последние месяцы, и что в последние месяцы стало очевидно, это то, что дело не в том, что Запад стремится Россию вытеснить, в том числе из Южного Кавказа, а дело в том, что курс Армении тоже нацелен на вытеснение России. Вот это стало очевидно. И в этом состоит перемена, в этом состоит новость, а не в политике Запада. Следующее, что касается российской реакции. Конечно, разрыв союзнических отношений с Арменией по инициативе Армении, что по инициативе России этого не будет. Вывод российских миротворцев, который в сложившейся ситуации более вероятен. Потому что, судя по тем заявлениям, которые звучат из Еревана, уже и Ереван не уверен, стоит ли продлевать их мандат. Я говорю, я сужу только по публичным заявлениям. Возможный вывод российской базы, российских пограничников из Армении, о чем тоже говорят представители, в том числе и правящей партии. Все это будет сильным ударом по российскому престижу. Очень сильным ударом по российскому престижу. Но это не будет ударом по безопасности России. Хорошо, понятно. Еще вот согласно ежегодному мониторингу дружественности коммуникационных режимов постсоветского пространства, который проводит Национальный институт развития коммуникации, Армения вместе с Казахстаном и Киргизией вошла в группу флуктурирующих коммуникационных режимов. Это в том случае, когда в прошлом году она была второй по дружественности после Белоруссии. И вот это изменение, они описывают, что вектор изменений будет зависеть от способности выбрать правильные коммуникационные стратегии со стороны России. Считаете ли вы, что... Я не понимаю, о чем здесь идет речь, поэтому я не буду это комментировать. Спросите это у авторов доклада. Ну, как бы, что общество уже менее дружественно настроено, не только политика, но и... Да, общество, конечно, общество, конечно, менее дружественно настроено. Это совершенно очевидно и понятно, от чего это происходит. Это происходит отчасти от того, что Россия не оправдала некоторых ожиданий армянского общества в сентябре. Правда, это правда. Действительно, общество в Армении, люди в Армении, наверное, ожидали более энергичного нашего вмешательства. Но у меня вопрос. Вот политики в Армении, которые, собственно, и определяют в большой степени общественное мнение, общественное настроение, для них было в сентябре сюрпризом то, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине и категорически не заинтересована в открытии каких-то вторых или третьих фронтов, где бы то ни было. Это было удивительным для них? Нет. Наверное, для них это не было удивительным. Более того, об этом говорили все. По крайней мере, кто на эту тему высказывался из России, кто обращался к аудитории в Армении, об этом говорили все, начиная с конца февраля. Следующий вопрос. Действительно, в сентябре произошли очень угрожающие события, очень опасные события, угрожающие и для Армении, и для России. Но что после ноября 2020 года в Армении делалось с армией? Все говорили о том, что Карабахская война была тяжелым поражением. И второго такое... Что-нибудь было сделано для того, чтобы увеличить боеспособность армии? События в сентябре показывают, что не было сделано ничего. И можно кивать на то, что Россия не поставляет оружие, или что Россия занята на Украине. Можно рассказывать про то, что Россия плохой союзник. Но с ноября 2020 года по февраль 2022 года было больше года для того, чтобы принять необходимые, хотя бы какие-то необходимые решения. По-видимому, чему, это неизвестно. Я ответа на этот вопрос не знаю. Так что, действительно, разочарование есть в том, что Россия может, и в том, что Россия не может. И, конечно, вся история с блокадой Лачинского коридора усиливает это разочарование. Но, видите, мы все-таки сходим в Москве из того, что армянские политики, армянское общество существуют более сложно устроены. И что они не действуют в силу рефлексов. Мы разочаровались в России, поэтому мы от России уйдем. Я считаю, что наряду с этим разочарованием есть еще и сознательная, целенаправленная политика властей, поддерживающая курс Запада на вытеснение России. А вот в связи с этой ситуацией, как объясняется позиция Азербайджана, который тоже фактически торпедирует соглашение 9 ноября, выставляя не в лучшем свете российскую миротворственную... Политика чья? Азербайджана. Азербайджана. И в том числе они... Слушайте, ну, политика Азербайджана совершенно понятна. Политика Азербайджана заключается в том, чтобы оттуда миротворцы ушли, чтобы Армения согласилась с тем, что это территория Азербайджана, и вопрос о статусе Нагорного Карабаха был бы снят. Азербайджан действует в точном соответствии с той политикой, которую он для себя обозначил. Что мы с этой политикой не согласны, это другой вопрос. Но здесь вот нет совершенно ничего удивительного, и ничего не объяснимо. Не как сказали, так и действуют. Есть и другие недружественные шаги со стороны Азербайджана, когда они отправляют вооружение на Украину, наемников. Ну, конечно, есть недружественные шаги. Отчего же здесь удивительного? Мы ждали дружественного, что ли? Но Россия продолжает называть Азербайджан стратегическим партнером. Да, конечно, потому что отношения с Азербайджаном для нас важны. Я говорил много раз, потому что инструментов влияния у нас, как показывает нынешняя ситуация, недостаточно. Конечно, они будут наращиваться. Понятно. По условиям, когда этих инструментов недостаточно, нам что, вести политику обиды, громко говорить, ахахах, вы неправы, мы вас не любим, вы нас обижаете, это не тот стиль, которому прибегает Россия. Поэтому да, мы будем говорить о стратегическом партнерстве, о союзе с Азербайджаном. И вести сложную дипломатическую работу, потому что бы убедить Азербайджан не совершать недружественных по отношению к России действий. Понятно. Николай Юрьевич, еще вот такой вопрос. Карабах, как бывший субъект Советского Союза, имеет право, многие обсуждают, обратиться к России, которая правоприемница Советского Союза, для вхождения либо в состав России, либо в состав союзного государства. Есть ли такая вообще вероятность, что такое может произойти? Нет, я думаю, что такой вероятности нет. Во-первых, Нагорно-Карабахская автономная область не была субъектом Советского Союза. Во-вторых, она входила в состав Советского Союза, но совершенно точно не была одним из его создателей. Правоприемство России по отношению к Советскому Союзу совершенно не распространяется, не предполагает, что в России есть претензии на территории, которые входили в состав Советского Союза. В-третьих, ну а что толку будет от этого обращения? Если бы Россия была возможность надежно обеспечить сейчас безопасность Нагорного Карабаха, она бы это сделала. И насколько способна это сделать, она это делает. А такое обращение – это просто сотрясание воздуха, больше ничего. Оно не имеет никакого смысла ни юридического, ни политического. Это опять эмоции. Ясно. Николай Юрьевич, еще вот по поводу Ирана, обострения Ирана-азербайджанских, Ирана-израильских отношений, есть ли вероятность, что вспыхнет какой-то военный конфликт именно в этом районе? Не знаю. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Ну и Ирану это не нужно, военный конфликт. Азербайджану это не нужно. Даже если некоторые люди в Азербайджане говорят, что это обратное. То есть вы видите... Я думаю, что да, вот такое. Игра мускулами военной демонстрации продолжится, угрожающие фразы продолжатся, военный конфликт вряд ли. Хорошо. Николай Юрьевич, большое вам спасибо за интервью. Спасибо вам, да. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин